Приветствую вас и поддерживаю мнение коллеги в том, что у вас синдром нерферсионного действия, мне бы хотелось немножечко дополнить вот именно этот вектор ответа и сказать так. Во-первых, почему вы боитесь его увидеть? Это первый вопрос. Чего вы боитесь? Что для вас означает увидеть его и какие нежелательные обстоятельства в этом случае для вас наступят? Работа со страхом, осознание, принятие страха, корректировка поведения в соответствии с теми обстоятельствами, которые стоят за страхом. Это очень важная часть работы над вами, работы над собой, работы над своими, как вы говорите, привязками. Далее, эмоциональные привязки – это ассоциации во многом, но не во всем. И, соответственно, человек у вас ассоциируется с определенным состоянием, с определенными впечатлениями, эмоциями и переживаниями, причем, как мы говорим, с теми, которые вам хотелось бы испытать вновь. То есть здесь примешивается ностальгия и стремление к тому, чтобы пережить то, что вы испытали тогда вновь. И здесь необходимо понимать, что, ну, то, что вы испытали тогда, вы не испытаете уже никогда, вы можете испытать примерно похожие чувства, но уже, например, с другими людьми, и, соответственно, они будут носить немножечко другую окраску. И ностальгия сама по себе – это иллюзорное очень чувство, потому что оно создает такое ощущение, что вы можете вновь воссоздать те ситуации, когда вы были счастливы и вновь обрести счастье, но даже если предположить, что вы сможете все это создать, в силу того, что у вас есть воспоминания о том, что было, и в силу того, что это уже не первичный опыт, а опыт таких ситуаций у вас уже есть, вы никогда подобное ощущение не испытаете. Но ассоциации можно убирать через работать с переменными. То есть, вот, например, вы, допустим, устали и хотите легкости, а легкость вы испытывали только с этим человеком. Соответственно, естественно, мысли у вас сразу к этому человеку возвращаются, мол, вы хотите с этим человеком быть для того, чтобы испытывать эту легкость. Но ведь к легкости-то можно прийти и через другие пути и способы. И вот вопрос в том, какой способ вам больше подходит. Далее, если вы его давно не видели, но вас все равно тянет к нему, значит, есть потребность. Значит, что-то вы потеряли, когда он исчел от вас, и восполнить, заменить, заместить у вас не получило. А другого способа достичь того, чего вы хотите, у вас нет. И отсюда происходит вот такое вот влечение к мужчине. Вы не к нему самому тянете, вы тянете к самому, что он вам может дать. Поэтому нужно сширить немножечко то, что вас с ним привлекает, и это будет уже гораздо легче разрешить. Далее. Заняться своей жизнью и развитием не помогает. Совет. Тут ведь знаете как? Тут ведь важно еще то, как вы сами к этому относитесь. Если вы занимаетесь своей жизнью так, просто механически ожидаясь, что рано или поздно мысли уйдутся, и привязки исчезнут, это, мягко говоря, самообман. Потому что заниматься своей жизнью нужно правильно. Ориентируясь как раз-таки на первопричины привязок и развиваться в ту сторону, чтобы больше не привязываться к человеку через потребности. То есть, по сути, обеспечить себя тем, чем вы нуждаетесь в контексте человека. Вот такое занятие в своей жизни и такое развитие вам необходим. Кроме того, вы пишете о том, что мысли о нем все равно мелькают. Но они и будут мелькать. Сразу мысли не уйдут. Вы здесь не пишете о том, сколько времени прошло с момента вашего расставания. Почему вы расстались? Вы об этом тоже не пишете. Может быть, у вас обиды на мужчину есть. Может быть, у вас есть ощущение, подсознательное ощущение, что все могло сложиться по-другому и что у вас могло бы все получиться. Или вы, например, испытываете перенос. То есть, тот факт, что он от вас ушел или тот факт, что вы расстались, вы воспринимаете как негатив для себя. Как некий такой урон, ущерб себе. Но это тоже неправильно, потому что то, что человек с вами расстается, совершенно никакого отношения к тому, кто вы и совершенно никакого отношения к вашей ценности не имеет. Но мысли все равно мелькать будут, потому что, еще раз говорю, мысли, они ассоциативны. А вот, чтобы мысли не мелькали, необходимо произвести качественные перемены в своей жизни. именно не развитие, именно не столько занятия в своей жизни, хотя еще нужно понять, что вы вкладываете в развитие и занятия в своей жизни, тоже довольно-таки очень расплывчатый термин. А именно перемены, чтобы как можно меньше было ассоциаций. Ну и работать со страхом. Потому что, если вы говорите, что вы его давно не видели, но боитесь увидеть, значит, вероятно, что видеть его есть. А значит, вам нужно либо приезжать в другое место, где вы его вообще не увидите, либо работать со своими страхами. Вот. Со страхами тоже можно работать. Но не нужно думать и считать, что это достаточно быстро будет. Средства для работы со страхом можно дать достаточно быстро, а вот реальное принижение страхов зависит только от того, если вы будете раз за разом проговаривать с психологом свои страхи. И они будут отступать, потому что страхи не любят, когда их освещают. Но необходимо понимать, что вы жили с этими страхами какое-то время, и вот так вот резко, сразу изменить привычную модель поведения у вас не получится. Поэтому эффективность и результативность работы зависит от того, насколько серьезно вы настроены сами. Вот. Я думаю, что одну-две консультации можно будет посвятить плотному разбору ваших отношений с этим молодым человеком. Одну консультацию можно будет посвятить тому, как вы пришли к этим отношениям. И одну или две консультации можно посвятить вашим страхам и, соответственно, тому, что вам нужно делать в своей жизни для того, чтобы не испытывать в большом количестве тяги к этому человеку. То есть, по сути, определить свои потребности и так далее. И учиться правильно их удовлетворять. Ну и, по моему мнению, есть некоторая проблема у вас с самооценкой, с уверенностью в себе и, соответственно, это тоже, ну, знаешь, в проработке, соответственно, тут тоже одна-две консультации, я думаю, достаточно. Вот, в принципе, такой вот набросок работы, думаю, подойдет для ориентира. Для ориентира вам. Соответственно, средства, которые я хочу вам дать, одно из средств, это представить себе, что вы с ним встретились. Ну, вот, встать перед зеркалом или закрыть глаза и представить себе, что вы уже встретились с ним и подумать о том, как вы будете себя вести в этот момент, в момент, когда вы встретитесь с ним и постараться до мелочей продумать свое поведение. Это как одно из средств вам для работы со своим страхом. Думаю, если пройдете серьезно к этому вопросу и с этим средством, страхи будут беспокоить вас куда меньше. По этому все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.